В сегодняшнем видео будет сразу все в одном. В первую очередь я вам расскажу о достаточно громком тренде, который я наблюдаю в последнее время в макияже. Потом покажу вам продукты, которые тоже достаточно нашумевшие, которые, собственно, и помогают создать макияж такой трендовый. И в последнюю очередь я подумала, что почему бы и не показать их в действии, не показать вам макияж от А до Я, чтобы вы смогли реально посмотреть, во-первых, как эти продукты работают, а во-вторых, возможно, это для вас будет вдохновением для создания какого-то макияжа. Тем более сейчас начинается сезон выпускных, поэтому мне кажется, что такого плана макияж, как вы видите сейчас на мне, очень хорошо для выпускного подходит. Он очень свежий, очень нарядный, в общем-то, шик, блеск, красота, поэтому, мне кажется, достаточно уместно. И давайте приступать, потому что о многом нам сегодня нужно поговорить. Итак, тренд, о котором я сегодня говорю, это жидкая слюда, жидкие блестки, и, в общем-то, все в таком плане. Сейчас куда ни посмотреть, везде применяются жидкие блестки. На самом деле, я так поняла, что это как эволюция слюды, потому что раньше слюда очень сильно украшала макияж, но в то же время с ней работать достаточно сложно. То есть она осыпалась в первую очередь, а блестки убрать с лица, это целая проблема на самом деле. И как ни старайся, все равно одна-две где-то, да, останется. Жидкие блестки же были разработаны для того, чтобы вы могли ими пользоваться очень просто, наносить куда угодно, то есть это не только глаза, это топеры на губы, топеры на тени. Первый продукт, который я вам хочу показать, который огромным просто шумом разошелся по всему интернету, это жидкая слюда от стила. У меня здесь есть самый красивый оттенок в этой линейке, который называется Kitten Karma. Вообще оттенок Kitten это самый известный оттенок марки стила, у них он удался наилучшим образом, он очень красивый, очень яркий, освежающий, в общем-то да, потрясающий просто оттенок. Что это по сути такое? Вообще это можно обозвать в принципе какими-то жидкими тенями или там кремовыми тенями, но из-за очень большого содержания блесток в этом продукте, его нужно применять достаточно осторожно. Я в данном случае применила его так, как вы сегодня увидите это в макияже, и это мой самый любимый способ использования вот такой вот жидкой слюды. Но также этот продукт можно использовать и на все веко, и на нижнее веко, да в принципе как бы вы ни придумали, если вам это нравится, то как бы цель достигнута. И еще один продукт, который я вам хочу показать, это моя такая, скажем так, находка, уже бюджетная, потому что стила это все-таки люкс бренд, и стоят там продукты достаточно дорого, тем более стила не представлена официально ни в Украине, ни по-моему в России, и поэтому заказывать нужно все за рубежа. Вот этот же продукт намного бюджетнее, они продаются на китайских сайтах, где я заказывала, я вам оставлю ссылку. Это по сути то же самое, только немножко в другом формате, то есть по сути это тоже жидкие блестки, только если у стила это вот такой вот аппликатор, который похож на аппликатор для жидкой помады, то вот в этих китайских аппликатор напоминает подводку, обычную классическую жидкую подводку. И вот как раз как подводку, мне очень понравилось их использовать. У них в линейке достаточно много оттенков, я взяла 4 попробовать. Самые мои любимые, это первый, ну это, скажем так, с одной стороны банальный, но с другой стороны самый ходовой, просто обычный светлый такой вот оттенок блесток. Немножко-немножко я здесь вижу серебряного перелива и немножко более теплого какого-то, наверное, ближе к золотистому, но не совсем золотому, то есть очень-очень светлый он. И также у меня есть несколько вариаций более темного, вот это ближе к серебряному оттенку номер 8, и также у меня здесь есть такое как черненое серебро, они между собой немножко похожи, четвертый и пятый оттенок. Я вам свочи в любом случае покажу, чтобы вы смогли выбрать, если вы вдруг заинтересуетесь. И вот эти подводки, кстати говоря, очень просты в использовании, то есть даже новичок с ними справится, даже человек, который никогда в жизни не имел дела с блестками, всегда их боялся, вот я вам гарантирую, с этими штуками вы справитесь. Очень классно смотрится действительно как подводка. То есть если у вас, допустим, полностью матовый макияж, и по верхнему веку вы очень тоненькой линии проведете вот такую вот подводку, я вам гарантирую, это зажгет ваши глаза. И у меня даже друзья спрашивали, что это у меня такое за макияж. Кажется, что по ресничному краю наклеены мелкие-мелкие камушки по типу кристаллов Сваровский. Очень красиво это выглядит, очень празднично, очень нарядно. И давайте сейчас перейдем непосредственно уже к видеоуроку по макияжу. И я вам все детально покажу. Буду использовать, кстати, что один, что второй продукт. Мое веко уже полностью подготовлено к нанесению теней. Изначально я использовала базу, после чего я закрепила ее матовыми телесными тенями. И теперь готова к построению формы. Форму я сегодня буду строить округлую. И начинаем мы с транзитного оттенка. Я использую вот такой вот светло-коричневый матовый оттенок. Это Colourpop оттенок Wake Up Call. С этого оттенка отлично начинается любой макияж, в принципе. Поэтому, что бы вы ни делали, с такого оттенка можно начинать все, что угодно. И я наношу его, как видите, вот по такому вот круглому движению. И постепенно начинает затемнять всю зону подвижного и неподвижного века, оставляя центр полностью голым. Как видите, этот оттенок практически сливается с моим тоном кожи. Но это нам и нужно. Потом, когда мы будем наносить более темные оттенки, градиент у нас получится очень мягкий. И, как видите, я гуляю кистью довольно свободно. И под бровью, и во внешнем уголке глаза, и во внутреннем. Достаточно свободно. Не зажимайте свою руку, не пытайтесь вот здесь вот наносить, и ни в коем случае не подниматься вверх. Наоборот, хорошо гуляйте по всему веку. Это не настолько темный оттенок, чтобы его бояться. Дальше я возьму уже оттенок немножко поглубже. Это тоже коричневая гамма теплая. Colourpop оттенок Note to Self. И кисть я тоже взяла немножко поменьше. Дальше прохожусь во внешнем уголке, поднимаюсь в складку и прохожусь во внутреннем. Сильно к виску не вытягивайте этот оттенок, потому что, как я и сказала, мы строим округлую форму. Позже, когда мы будем клеить ресницы, этого будет достаточно для того, чтобы подчеркнуть вот такую миндалевидную форму. И не слишком сильно скруглить глаз, но нам нужен акцент на центр века, поэтому форму строим круглую. И, как видите, этим оттенком я уже сильно далеко не гуляю. То есть вот я здесь прохожусь и потом растушевываю его слегка выше. Это снова не настолько темный цвет, чтобы его бояться. Поэтому в любом случае, даже если вы слишком высоко растушуете, вы потом даже пальцем слегка можете его растушевать, и он практически исчезнет. Дальше я буду смешивать два оттенка. Вот этот мы только что наносили, а вот этот немножко более глубокий, немножко более красный, как вы видите. Я их буду смешивать и наносить по той же схеме. И снова начинаю с внешнего уголка. Поднимаюсь в складку и захожу во внутренний уголок. Все эти шаги постепенно-постепенно строят очень красивые переходы. Если вы сразу начнете с темного или ограничитесь одним цветом, у вас не будет настолько глубокой красивой растушевки. И не забывайте периодически брать более пушистую кисть и растушевывать границы, чтобы у вас не было жестких линий. Теперь беремся за самый темный оттенок. Это Colourpop Cloud 9. Вот этот темный оттенок как раз-таки самый страшный, поэтому с ним работаем очень осторожно. Не наносите много на кисть, потому что всегда можно добавить, а убрать очень сложно. Во внешнем уголке опять. Схема та же в принципе, то есть ничего не меняется. Я наношу его абсолютно точно так же, только делаю это крайне аккуратно. И слишком высоко не поднимает этот оттенок. Когда на кисти уже практически ничего не осталось, я могу с легкостью проходиться и выше. Теперь самое время приступить к центру века. Сюда я буду наносить, как я уже и говорила, жидкую слюду. Но с жидкой слюдой работать в макияже достаточно сложно в плане ее растушевки. Потому что как только вы начнете блестки растушевывать, они естественно у вас осыпятся. И общий вид их станет намного хуже, чем когда они будут нанесены плотным слоем. Поэтому изначально я предлагаю создать базу под жидкую слюду, которую как раз таки будет просто растушевать. В качестве базы мы будем использовать кремовые тени от Absolute New York и оттенок Champagne. На центр века наносим кремовые тени не сильно плотным слоем. И теперь наша задача просто это растушевать, чтобы были мягкие границы. В принципе эти кремовые тени уже достаточно сияющие, поэтому возможно для кого-то этого будет достаточно. И теперь давайте перейдем к звезде сегодняшнего макияжа. Я буду использовать жидкую слюду от Stila и оттенок называется Kitten Karma. Жидкой слюдой нужно работать очень и очень быстро, пока она не подсохла. И я наношу ее только на самый-самый центр. Вот приблизительно как-то так. Сразу же пока слюда не успела застыть, совсем слегка трогаю за границы, чтобы растушевать их с кремовыми тенями, но буквально совсем слегка. Не пытайтесь растушевать, потому что все равно у вас скорее всего ничего не получится. Стрелки сюда на мой взгляд не подходят, потому что форма у нас все-таки более округлая, поэтому вытянутая стрелка или вытянутая тушевка будет смотреться немножко нелепо. Поэтому я предлагаю взять просто коричневый карандаш и совсем слегка пройтись во внешнем уголке глаза, буквально вот такими вот точечными движениями. Теперь переходим к нижнему веку. Здесь я не хочу идти по классике и повторять матовые оттенки, которые я нанесла на верхнее веко, а напротив мы обратимся к сатиновым или даже скорее к металлическому оттенку теней. Я буду использовать вот такой вот оттенок от Colourpop, который называется You Know The Drill. Оттенок этот мы с вами не будем растушевывать. Я буду наносить его прямо вот так вот в зону между ресницами. Если вы наносите металлические или сатиновые оттенки, не пытайтесь их растушевать. Просто нанесите их как будто вот такой вот тесьмой, светоотражающий, прямо вот вдоль ресничного края. И обязательно нужно очень хорошо прокрасить нижние ресницы. Если вы не прокрасите нижние ресницы, то у вас создаться впечатление, что это просто подчеркнуло вам любые морщинки, которые у вас могут быть в этой области. Когда же этот оттенок будет слегка скрыт вуалью из накрашенных ресниц, все станет намного лучше. На этом в принципе можно уже и закончить макияж, но я хочу показать вам еще одну жидкую слюду, которую тоже хочу применить вам для того, чтобы показать, как это выглядит. На этот раз я буду использовать абсолютно недорогую жидкую слюду от компании Heng Feng. И это первый оттенок. Эта слюда сделана в качестве подводки, и я буду наносить ее прямо под ресницами. И останавливаться где-то на центре века. То есть за вот эту линию, там где у нас нанесены кремовые тени, я уже заходить не буду. Ну что ж, на этом макияж уже практически готов. Мне осталось только накрасить верхние и нижние ресницы, а также наклеить накладные ресницы. Я буду использовать вот такие вот реснички, которые клеятся только на внешний уголок глаза. Таким образом глаз у меня не станет совсем-совсем круглым, но в то же время это не будет прям слишком вытянутая форма. Короче говоря, сейчас я это все сделаю и вернусь к вам для того, чтобы показать финальный результат. Ну а это все, на этом макияж полностью готов. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Возможно, вы вдохновитесь каким-то макияжем. Как по мне, так это очень классный вариант для выпускного. И возможно для каких-то просто праздничных событий, потому что действительно и на фото это выглядит очень круто. И вживую вот ваши глаза, они будут настолько притягивать к себе внимание, что 100% вы получите очень много комплиментов. На этом видео я буду заканчивать. Обязательно поставьте мне палец вверх, подпишитесь на мой канал. Если вы уже подписаны, обязательно нажмите на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться. Тогда YouTube всегда будет вас оповещать о выходе моих новых видео. И если вы хотите, чтобы ваш выпускной прошел просто на ура и стал незабываемым вечером, обязательно это сделайте. И мы увидимся с вами в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok